Вот я решил все-таки разобрать эту площадку. Вот что у меня получается. Сейчас будет продолжать разбирать. Хорошая камушка. Они пойдут на забутовку. Вот сюда их раскладываю. Вот они, красавцы. Все с площадки идет. Вот почти разобрали. Осталось чуть-чуть. Есть контакт. Дай ему игрушку, дай ему халку этого. Не пойдите туда. Дальше пойдемте. Дальше пойдемте. Вот это все. Пополам делать надо. Пополам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готово! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О! Самый раз! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотя тоже тяжелый. Дальше пошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Кусочек есть. Дима, он сидит спокойно, хочет пить. Перекур. Дима, он сидит спокойно, хочет пить. Дима, он сидит спокойно. Дима, он сидит спокойно. Дима, он сидит спокойно. Сёпа, ты сюда кидай, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Всё-таки я это сделал. Всю площадку разобрал. Теперь смело можно убирать чернозём, насыпать песочком, чем-нибудь ещё, ПГС, ровнять, трамбовать, всё прочее. Всё, у меня даже кувалда, ручка разбилась. Вот, сабутировал первый слой, траншею засыпал, первый слой, ещё осталось, камни на второй слой. Вот, тут ещё осталось вот такие пироги. Два слоя, значит, получатся у меня крупные камни, вот эти. Там следующие слои пойдут уже мелкие, вот эти вот, привезённые. там почему-то уже мелкая фракция пошла. Крупные все выбрали. Ну всё, на сегодня всё. Пора домой. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пока. И ножкой, да? Вон туда надо, вон туда. В тачку. Да, в землю в тачку надо. Ау. Итак, продолжаем следующий этап. Копка и запутовка очередной части дома. Чтобы глину два раза не вытаскивать, не кантовать. Значит, вот сюда я стаскивал глину, потом отсюда брал и тачкой на тачке вёз. вот в эту ванну размачивал, потом ложил вот эти вот камни в траншею и заливал жидкой глиной. Решил постепенно, выкопал два метра, сложил камни, залирую глиной и готово. Выкопал тачку глиной, замочил, сложил камни и так далее. Положил несколько камней. И всю тачку глины пойдёт в ванну. Вот так вот, высыпаем. Дальше пошли. Вот так вот размешиваем эту глину. Вначале надо пролить. от пыли, от грязи, камни. Да и смочить, чтобы глина сцепилась лучше. заполнила все свой между камнями. Примерно такой консистенции раствор. Поехали заливать. Вот таким макаром. Глина заполнит все промежутки между камнями и скрепит намертво. По идее, самая главная особенность укладки бутового фундамента состоит в том, что в первый ряд камня был крупный. Обязательно заполнили полностью пространство между камнями и как можно плотнее. потом это все заливается глиняным раствором. Но этот раствор уже сделает свое дело. Заполнит, сыпет. И эти камушки в земле никуда не денутся. Будут держать крепко и намертво. А уже выше, ближе к поверхности, где-то вот так вот, 20 см, я заливаю цементным, бутово цементным раствором. То же самое с добавлением уже камней мелких. Все крепкий. Никуда он не денется. Арматуру вытащил. Сцепится между собой капитально. Еще этот дом стоит на фундаменте бетонном. Такой же глубиной метр. 1 метр 5 сантиметров. Пожалуйста. Уже сколько лет стоит? 20 лет. Что ему будет? Ни одной трещины. Ни одной трещины в каменной кладке. Кирпичной. Два этажа полных. Этот пристроен у меня тоже будет два этажа. 5 на 5. А этот следующий. 5 на 10. По длине дома. Путь одноэтажный уже. Веранда и хозяйственные там помещения. Вот такие пироги. Дальше поехали. И так процесс идет. Глубина метр 5 сантиметров. Постепенно заполняется камнем. Что могу сказать. Ботовый фундамент на основе глины. Очень экономичный и безотходный по идее получается. Выкапывается глина. Замачивается в воде. И обратно уходит в траншею. Вот так вот происходит. Постепенно идем к цели. Вот так вот. Будем копать дальше и букировать. Вот так. Все. Погнали. Все. 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 Muse. Псech.